Эксперты говорят, что нельзя эти факторы выдумать. Там сотни фактов против России, там IP-адреса, отпечатки пальцев, коды какие-то. Всё это указывает на Россию. И никакие другие доказательства не указывают на кого-либо ещё, кроме России. Какие отпечатки пальцев? Отпечатки копыт, скажите, рогов. Чьи эти отпечатки? Значит, IP-адреса, их можно вообще придумать. Знаете, сколько много специалистов? Они сделают так, что это с вашего адреса, с домашнего. Дети ваши послали, младший ваш ребёнок трёхлетнего возраста. Так всё организуют, что именно ваша девочка трёхлетняя совершила эту атаку. Такие специалисты сегодня в мире в сфере этих технологий, что они вам чего угодно придумают, а потом кого угодно обвинят. Это не доказательство. Это попытка переложить с больной головы на здоровую эту проблему. А проблема не в нас. Проблема внутриамериканской политики. Вот в чём проблема. Команда Трампа оказалась более эффективной в ходе избирательной кампании. Я и сам иногда думал, думаю, ну перебирает мужик, честное слово. Это правда. Но оказалось, что он был прав, что он нашёл подход к тем группам населения и к тем группам избирателей, на которых он сделал ставку. И они пришли и проголосовали за него. А другая команда просчиталась. Признать эту ошибку не хочется. Не хочется говорить, что это мы такие, значит, ну извините, чего-то не догнали, чего-то не продумали. Легче сказать, что мы не виноваты. Это виноваты русские, они вмешались в наши выборы. А мы хорошие. Это вообще мне антисемитизм напоминает. Во всём евреи виноваты, понимаете? Сам придурок так ничего сделать не может, евреи виноваты. Но мы знаем, к чему приводят такие настроения. Ничем хорошим они не заканчиваются. Надо просто работать, думать, как исправить свою потребность.